Действующий Дом культуры построен в 60-х годах прошлого века. В 80-х здание пострадало от пожара, но было восстановлено. Сейчас в старом здании занимается 14 кружков, секций и творческих коллективов. Места в кабинетах не хватает ни зрителям, ни сотрудникам Дома культуры. На сегодняшний день у нас 230 мест в зале, и это очень мало, потому что на концерт уходит очень много желающих посетителей наших. В зале вмещаем теперь кое-как 350 человек со скамеечками и стульями. Это очень удобно, и с пожарной точки зрения тоже вообще нельзя так делать. Плюс у нас всего два помещения, это фойе и зал, а занимается на сегодня у нас 424 человека. То есть это от 4 лет до 82. Новый ДК «Нюксеница» жизненно необходим. Первый камень, фундамент нового здания был заложен еще 12 октября 2009 года. Но из-за финансового кризиса и множества других причин ДК так и не был построен. В течение 9 лет «Нюксиане» ждали новый культурный центр. Жители написали множество обращений в органы власти, в итоге были услышаны. На сегодняшний день мы договорились с «Газпромом» о том, что они выделят нам средства на строительство нового современного культурного центра, культурного досугового центра, где будут располагаться все самые важные социальные объекты Нюксенского района. Прямо здесь. И здесь же будет центральная площадь, и здесь же хорошую сцену сделаем, и здесь же будем отмечать все праздники. Со стройплощадки собравшиеся перемещаются на градсовет. Вопрос о возведении нового ДК слушается одним из первых. Центр, который должен стать архитектурной изюминкой Нюксеницы. Я сегодня посмотрел его чертежи, предполагаемый проект, проект уникальный абсолютно. Это будет один из лучших культурных центров на северо-западе Российской Федерации. Даже лучше, чем в Кирилле, потому что он будет в два раза больше, чем в Кирилле. Два раза больше. Зал огромный, на 300 человек. Там будет помещение для музыкальной школы, там будет помещение для ЗАГСа, мы сегодня договорились, с залом торжеств, а не без зала торжеств. Именно с залом торжеств. Там будет центральная библиотека, там будет архив, там будет все. Это будет даже не цель, это будет культурно-деловой административный центр огромный. Не буду голосовать, будем строить, беру ответственность на себя. В следующем году мы должны закончить капитальное строительство к концу года, капитальное строительство. А благоустройство сделаем уже парк, вот этот разобьем в 2020 году. Сейчас проект Дома культуры отправлен на экспертизу. Она завершится в январе 2019 года. Сразу после этого выберут подрядчика и начнется строительство. Продолжение следует...